25 марта 2018 года. Кемерово. В переполненном людьми торговом центре внезапно начинается пожар. Задымление за считанные минуты распространяется на весь этаж. Посетители в непроглядном дыму пытаются покинуть здание, но из-за отсутствия видимости многие сворачивают не в ту сторону. В конце коридора их ждут запертые железные двери. Недалеко от них погибнет 23 человека. Впоследствии выяснится шокирующая подробность. В тупик люди свернули не сами. Их туда направил некий неизвестный мужчина в черном. Так почему же была закрыта дверь и кто тот человек, который направлял всех в тупик? Что увидели пожарные, когда залезли в это окно, где еще несколько минут назад очевидцы видели живых людей? И почему они не вытащили оттуда хотя бы кого-то? Этот день начинался совершенно обычно, как и любой другой день. Около 8 утра торговый центр медленно пробуждается ото сна. Персонал первым делом убирает с проходов рекламные стенды с афишами кинофильмов. В Зимней Вишне эти стенды служат не только в рекламных целях, но и исполняют роль регулятора в движении. Каждый вечер этими стендами перегораживаются все проходы в те зоны, которые уже не работают, чтобы посетители последних сеансов случайно не запрели, куда не положено. Утром же эти стенды, наоборот, постепенно убираются. Так как на ранних сеансах наплыв людей небольшой, то из цели экономии утром всегда выходит только один билетер. В этот день первый на смену приходит Наймушина Наталья. Официального распоряжения о закреплении конкретных кинозалов за конкретными людьми не было. Залы распределяют между собой исключительно сами контролеры. Когда заканчивается сеанс, то мы обе заходим убирать в каждый зал. Если сеансы заканчивались одновременно в двух кинозалах, то мы или разделялись, либо нам помогали помощницы. В случае возникновения чрезвычайной ситуации я первым делом должна была зайти в зал, включить свет, оповестить людей об эвакуации и во время эвакуации довести до сведения каждого зрителя информацию о порядке возврата стоимости билета. Было ли написано в этой инструкции об обязанности контролера оставаться в зале до выхода из него последнего зрителя? Я не помню. Да и считаю, что такого требования просто не могло быть, так как это нереально. К 11 часам открывается так называемая игровая зона, где находятся игровые автоматы и детский активити парк Круча. Торговый центр постепенно наполняется посетителями и начинает работать в полную силу. Так как выходной день и к тому же начало каникул, посетителей сегодня ожидается максимально много. Отдельно стоит рассказать о служебном помещении, которое располагалось под трибунами синего кинозала. Здесь хранили свою одежду и личные вещи не только билетеры, но также и работники игровой зоны, кафе, кинобара, а также здесь переодевались и наносили грим аниматоры. Кроме всего прочего, в этом помещении также находился сейф с деньгами, куда администраторы каждый вечер складывали в выручку торгового центра за весь день, поэтому бытовка обязательно запиралась на ключ. Ключи хранились у билетеров в верхнем ящике тумбочки в коридоре кинотеатра. 13 часов 30 минут. На работу выходит помощница билетеров по имени София. Помощницы устроены неофициально и работают только по выходным дням. Сегодня на работе находится также вторая помощница по имени Анна, но в отличие от Софии, Анна также помогает и работникам кинобара и кассы, поэтому она находится у кинозалов не постоянно, а лишь когда завершается очередной сеанс, чтобы помочь с уборкой залов. 14 часов 12 минут. На работу подтягивается второй контролер Олеся Богатенко. С этого момента и до восьми вечера кинозалы будут обслуживать два билетера. На работе также находится администратор Жанна. Она единственное из начальства на смене и является сегодня за старшего во всем торговом центре. В кинозалах «Зимняя Вишня» применялась автоматизированная система управления проекторами, без непосредственного присутствия и участия человека. Необходимое управление осуществлялось удаленно, с помощью локальной компьютерной сети. То есть расписание и наименование фильмов были заранее определены и внесены в соответствующую программу, поэтому запуск проекторов осуществлялся автоматически. Включение и выключение освещения в кинозалах также программировалось по локальной сети. Перед воспроизведением фильма освещение автоматически выключалось, а по его окончанию и включалось. Кроме того, не менее года назад в кинозалы дополнительно было перенесено также ручное управление включением и выключением освещения и было установлено рядом со входом в каждый кинозал. Оно было сделано в виде коробки на стене. При ручном включении освещение в кинозале включалось независимо от того, закончился ли сеанс или нет. Это не просто торговый центр. Это центр удовольствий. Невероятные приключения для детей. Крутые гаражи на скоростных гонках. Впечатления для всей семьи. Зимняя вишня. Центр удовольствий. Стоит обратить внимание, что несмотря на то, что кинопоказ был полностью автоматизирован, в кинотеатрах не существовало никакого алгоритма автоматического завершения сеансов в случае срабатывания пожарной тревоги. Билетер Богатенко уточняет одну важную деталь. Программа, управляющая автоматическим показом кинофильмов, была установлена на одном из компьютеров кинокассы. И что на практике показом фильмов заведовали кассиры. Именно они каждое утро запускали эту программу и следили за ее работой. Существовали, конечно, и специалисты, которые настраивали все оборудование. Но их постоянное присутствие на объекте не требовалось. И в случае возникновения внештатной ситуации, только кассиры могли экстренно, вручную остановить показ сеансов. Полтора часа до пожара. В красном кинозале вот-вот начнется показ мультфильма Шерла Гномс. Билетер Олеси начинает обелечивать зрителей этого сеанса. Всего в этот зал заходит 43 человека. 37 из них уже больше никогда не выйдут из этого зала. Главным событием сегодняшнего дня является запланированный квест с настоящим динозавром. Аниматоры прибывают на свое место и начинают готовиться к выступлению. 14 часов 50 минут. В большой кинозал начинают запускать посетителей на фильм «Тихоокеанский рубеж 2». Половина из 256 посадочных мест заполнена. На видеозаписи очевидно, что в час пик, в минуты, когда сеанс заканчивается, творится невероятное столпотворение, так как толпа людей, которая идет на выход, сталкивается с теми, кто ожидает следующего сеанса. Узкий коридор явно не в состоянии вместить такое количество людей одновременно. Чтобы подобного не происходило, для выхода зрителей в кинотеатрах обычно используют запасные выходы. Но из-за того, что количество билетеров сильно урезано, и они физически не могут контролировать сразу несколько зон, в зимней вишне запасные выходы не используются. Чтобы покинуть зону кинотеатра, посетителям также приходилось дополнительно обходить препятствия в виде кинобара, либо идти напролом через турникеты. Все это могло создать серьезные проблемы при эвакуации, но зато такое расположение существенно повышало прибыль с продажи сопутствующего товара. Час до пожара. Аниматоры с динозавром начинают свою программу. Это шоу происходит прямо напротив батутного центра Круча, где в последующем и начнется пожар. Это место не попадает в обзор видеокамеры. 45 минут до пожара. В синем кинозале начинается заход зрителей на сеанс мультфильма «Кролик Питер». В этот день премьера, и зал забит практически полностью. Занято 119 из 143 посадочных мест. Полчаса до пожара. Квест с динозавром подходит к концу, и аниматоры заканчивают свою программу. Кролика. Кролика. Продолжение следует. Кролика. Кролика. Одна минута до пожара. В Красном кинозале вот-вот закончится мультфильм «Шерлок Гномс». Билетер Богатенко ожидает у входа, готовясь к выходу зрителей и к уборке зала. В двух других залах сеансы в полном разгаре. Всего в районе игровой зоны находится около 300 человек. Никто из них не замечает ничего, чтобы вызывало беспокойство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Узнав о пожаре, билетерная Мушина сперва долго мечется между гардеробом и тумбочкой, решая, забрать ли сперва вещи или оповестить людей. Потом она наконец забегает в зал, но в панике даже не вспоминает включить освещение. Все о чем она думает дальше, как побыстрее вывести родственников с детьми, которые тоже находятся в коридоре. На этом ее участие в эвакуации заканчивается. Второй билетер Олеся оповещает красный зал, но не убедившись, что люди услышали ее и пошли за ней, она сразу же убегает на выход. В итоге из ее зала так и не выйдет 37 человек. Помощница успевает сбегать посмотреть, что там случилось, но вот времени на то, чтобы проверить все ли залы оповещены, уже не остается. Ведь нужно еще успеть забрать свои вещи из бытовки. Кассиры имеют возможность остановить показ сеансов и включить освещение во всех залах, но в спешке они даже не вспоминают об этом. Зато не забывают забрать деньги из кассы и свои вещи. На видеозаписи видно, как люди, выходящие из кинозала, сперва движутся в правильном направлении, но потом как будто происходит какая-то заминка, и после этого поток людей разворачивается в противоположную сторону. Большинство людей, свернувших туда, задохнется возле запертой двери. Так что же все-таки заставило людей идти в неверном направлении? Редактор субтитров А.Семкин